Солнечная энергия Жизнь невозможна без солнечного света, и этот факт сложно оспорить. Однако не все знают о том, что солнечная энергия концентрируется в листьях растений благодаря флорофилу. Флорофил – удивительное биологически активное вещество зеленого цвета, обуславливающее усвоение растениям при кислоте воздуха и энергии солнечного света. В этой статье мы расскажем о пользе зеленых коктейлей или смузи, а также раскроем самые ходовые рецепты этого уникального блюда. Зеленые коктейли или смузи Многие растения умеют синтезировать полезные микроэлементы из почвы и воздуха, тем самым содержат большой набор биологически активных соединений. Хлорофил и его молекула невероятно схожи с молекулой гемоглобина человеческой крови, а поэтому он имеет свойство тать наши клетки тела наилучшим образом. Как следствие, ткани обновляются гораздо быстрее, запуская процесс очищения и регенерации органов. Помимо всего этого, обладая высоким энергетическим потенциалом, хлорофил убивает чужеродную нам патогенную микрофлору и восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта. Смотрите видео о микрофлоре кишечника. Это даст понимание, почему так важно питаться растительной пищей. В организме могут обитать аэробные бактерии, которые существуют благодаря кислороду, и анаэробные, которых кислород угнетает. Природа предусмотрела, чтобы в человеческом организме находились аэробные бактерии, поэтому так важно употреблять хлорофилл, так обогащенный кислородом и питательными микроэлементами. Обладая удивительной силой природы, употребление хлорофилла с зелеными коктейлями способствует исцелению от самых страшных заболеваний. Перечислим основные преимущества хлорофилла. Укрепляет клеточные мембраны. Ускоряет формирование соединительной ткани. Усиливает работу иммунитета. Является антимутагеном и предотвращает изменения молекул ДНК. Восстанавливает мочеводелительные и почечные заболевания. Нормализует работу эндокринной системы. Укрепляет нервную систему. Укрепляет кишечную микрофлору. Устраняет неприятный запах. Содержит много кальция. Восстанавливает кислотно-щелочной баланс. Сильный антиоксидант. Усиливает выработку молока у кормящих матерей. Обладает антиаллергическими свойствами. Зеленый смузи. Рецепты. Следует помнить, что человек нетравоядный и зелень будет усвоена нашим организмом исключительно в виде сока. Поэтому для создания зеленого коктейля нам понадобится блендер или в идеале шнековая соковыжималка. Так как шнековые соковыжималки достаточно дорогие и доступны лишь немногим, рассмотрим изготовление зеленого коктейля на примере блендера. Помимо целебных свойств, с чисто вкусовой точки зрения, зеленые коктейли могут иметь особую пикантность и неповторимый вкус. Для этого в вашем арсенале есть огромный ассортимент полезных продуктов, способных насытить и без того исцеляющий эликсир. Для коктейля нам понадобятся съедобные сорняки и настал момент рассмотреть их большое разнообразие. В статье про кальций мы рассматривали наиболее богатые продукты, содержащие этот важнейший строительный материал. Стоит отметить, что вся зелень богата кальцием. Наиболее богата кальцием крапива. В некоторых перечисленных растениях съедобны не только листья, но и корни. В рамках данной статьи нас интересует лишь молодая листовая масса растений с целью получить из нее хлорофилл. Из культурных следует отметить листовую капусту, шпинат, редиска, свекла, сельдерей, петрушка. Из дикорастущих особое внимание занимает крапива, сныть, мокрица, поддорожник, клевер, лебеда, хвощ, медвежий лук и другие. Для приготовления зеленой основы смузи соберите зеленые листья зелени и добавьте небольшое количество теплой воды. Измельчите до образования однородной смеси, а затем процедите через марлю. Полученную основу мы будем улучшать по вкусам, добавляя различные ингредиенты. Чтобы добиться оптимального вкуса и насыщенности микроэлементами, выбирайте ингредиенты по формуле ниже. Первое. Вода. Это может быть кокосовое молочко, миндальное масло, зеленый чай, вода или фруктовый сок. Второе. Зеленая основа, которую мы подготовили. Третье. Разнообразные фрукты и ягоды в сушеном и замороженном виде. Яблоко, персик, нектарин, вишня, малина, авокадо, груша, банан, слива, апельсин, черника, брусника, манго, киви и другое по вкусу. Четвертое. Семена и проростки. Нут, маш, пшеница, кноа, чия, тыквенные семечки, грецкие орехи, лен и т.д. Пятое. Специи по вкусу. Пчелиная пыльца, корица, имбирь, базилик и т.д. Шестое. Усилители вкуса для сладости. Мед, финики, бананы. Заключения и противопоказания. Основным ограничением в употреблении этого биологически активного вещества является его количество. Учитывая разное состояние загрязнений органов и систем, применение хлорофила может носить самые разнообразные последствия. Учитывая высокую активность, высока вероятность активации выделительных систем и очищения отдельных органов. С одной стороны, очищение организма от токсинов это хорошо, но этот процесс может вызывать вам некоторые неудобства. Например, покраснение кожи будет свидетельствовать о процессе очищения организма от слизи или токсинов. Это может вызвать неудобства ввиду того, что вы представительный человек в крупной компании. Лучшим решением будет сократить концентрацию хлорофила в вашем зеленом коктейле. Если же ваша работа на дому, то возможно в такой ситуации наилучшим вариантом будет ускорить процесс очищения и пить зеленые смеси по самочувствию без особых ограничений по количеству. А на этом все. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok